В Горловке продолжается борьба с бродячими собаками. На сегодня ситуация по животным не изменилась. Собаки продолжают представлять угрозу для горожан, собираясь стаями и нападая на прохожих. Представители Горловской администрации планируют уже в ближайшее время начать кампанию по отстрелу бродячих собак. Все необходимое для этого уже есть. Остался нюанс с выбором сыворотки. Так как существующие лекарства действуют недостаточно быстро, в среднем эффект сна достигается через 15 минут, активно идут поиски сыворотки для мгновенного усыпления беспризорных четвероногих. Завтра, 22 июня, пройдет День памяти и скорби. Именно в этот день, 75 лет назад, нацистская Германия начала массивное наступление на Советский Союз. Великая Отечественная война навсегда останется в нашей памяти не только самой кровопролитной за всю историю человечества, но и высокопатриотичной и самоотверженной. Война никого не прошла стороной практически в каждой семье. Есть дед или прадед, воевавший против немецко-фашистских захватчиков. Мы помним их подвиг. 25 миллионов героев отдали свои жизни ради нашего будущего. Чтобы почтить память погибших и выразить свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, 22 июня состоится митинг, посвященный Дню памяти и скорби, место проведения сквер-героев начала в 11.00. Во Дворце культуры «Шахтер» состоится тематический концерт. На этом мероприятии выступят артисты из Российской Федерации. Начало в 13.00, вход свободный. Центр занятости города Горловки приглашает всех желающих найти работу, а также работодателей принять участие в общереспубликанской ярмарке вакансий. Мероприятие состоится в главном здании центра 28 июня с 10 до 12.00.